В Сочи обсудили проблемы обманутых дольщиков. Состоялось совещание по защите их прав на территории края. Более 400 литров пива изъято на одном из городских пляжей. В Сочи проверили торговлю спиртным в гостевых зонах. Рецепт долголетия, спорт и оптимизм. Сочинец Исаак Фойгель отметил сегодня 100-летний юбилей. Пантера вновь меняет цвет. Накануне неизвестные перекрасили ее в розовый, сегодня ей вернули исторический вид. Партия «Единая Россия» утвердила свою программу на ближайшие пять лет и списки кандидатов на предстоящие выборы. В Москве в выставочном зале на Манежной площади накануне прошел 15-й съезд единороссов. Участие в нем принял президент Владимир Путин. Кубанскую делегацию возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Программа партии и имена будущих депутатов в материале наших краснодарских коллег. Учителя, врачи, аграрии, журналисты, политики. В зале более двух тысяч делегатов. В пресс-центре за трансляцией следят тысячи аккредитованных журналистов из всех регионов страны. 15-й съезд «Единая Россия» — это подведение итогов пятилетней работы. Там же представили программу партии к выбору в Госдуму седьмого созыва. Впервые за четыре года в съезде принял участие президент. Именно он 15 лет назад стал инициатором создания «Единой России». Владимир Путин поприветствовал участников. Обращаясь к единороссову, он отметил, что сегодня избиратели увидят, с кем и с чем идет партия на выборы. И здесь главное не обмануть доверие людей. Обещать только то, что можно выполнить. Дорожить политической и общественной стабильностью. Ведь только в условиях общенационального согласия мы можем идти вперед, добиваясь выполнения намеченных планов. Выборы, кстати, то самое время, когда претензии звучат прямо и жестко. И это очень хорошо. Это нормально. И в большинстве случаев, безусловно, все это идет на пользу делу. Речь о другом. О лжи и передергивании фактов. О пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства. Партия должна обсуждать с гражданами любые, даже самые сложные, даже неприятные на первый взгляд вопросы. Чувствовать, что волнует людей больше всего. Слышать голос каждого. В этом обязанность депутатов парламента. Экономика и здравоохранение, образование и импортозамещение, поддержка сельского хозяйства и бизнес – это ключевые темы предвыборной программы партии. Их озвучил председатель Дмитрий Медведев. Документ не только насыщенный по содержанию, но и объемный – более 100 страниц. Еще накануне в него вносили дополнения и поправки сменей, высказанных на дискуссионных площадках и встречах, которые прошли в рамках съезда. Работа по всем этим направлениям продолжится и дальше. Ведь главной ценностью для партии являются люди. И все инвестиции должны быть вложены в человека. И доказывать слова нужно будет реальными делами. Партия «Единая Россия» – это партия реальных дел. И на этом акцент делал и президент России, и Дмитрий Анатольевич Медведев, говоря о том, чтобы мы максимально были приближены к проблемам людей, к проблемам населения, к проблемам, примитивно, к нашему краю, станиц, городов, сел, там, где проблем, конечно, много. И сегодня очень важно, чтобы эти проблемы, которые известны сегодня партии, руководству партии, они находят конкретное решение. Конкретное решение в проекте, конкретное решение в программе партии. И на первый план выходит человек. Чтобы знать кандидата в лицо, впервые в этом году «Единая Россия» провела открытое внутрипартийное голосование. Люди сами выбирали достойных, по их мнению. Теперь благополучие кубанцев и будущее Краснодарского края во многом зависит и от них. Ведь проблемы на местном уровне можно решать только совместными усилиями региональных и федеральных властей. Наш краевой законодательный орган, законодательное собрание и Государственная Дума, в которой будут наши представители, она будет таким образом взаимодействовать, чтобы эти программы не зависали в воздухе. Потому что любая партийная программа практически имеет финансирование. И если какой-то элемент этого механизма не сработает, то и финансирование будет неэффективным, и программа не будет реализована. А проблем много, особенно ЖКХ, здравоохранение, образование. Причем это проблемы роста. Наш край много чего достиг, но остаются еще нерешенные задачи. Мы их будем решать вместе с командой губернатора. От Краснодарского края на 15-м съезде партии более 50 человек. Это участники майских внутрипартийных праймерис и реальные кандидаты по одномандатным избирательным округам. Именно им люди доверили свои голоса, когда пришли в май на избирательные участки. Все эти вопросы мне, как главе города, известны. Я, безусловно, и принимал, и принимаю сегодня меры к тому, чтобы их решать. Одна из актуальнейших проблем – это наличие мест в детских дошкольных учреждениях. Хотя мы решили проблему от трех до семи лет, но там еще задачи выполнять и выполнять. Строительство школ, которые крайне необходимы для города. Конечно, экономический блок. Все это возможно только в том случае, если будет стабильно работать экономика. Сегодня намечены все перспективы и поставлены перед нами задачи, над которыми нам надо работать. И самое главное, что это те задачи, которые мы были с людьми, мы оговаривали. Это те же самые вопросы, наболевшие для нашего населения. От Краснодарского края за депутатские кресла в Государственной Думе теперь поборется 7 человек по одномандатным округам и 16 по партийным спискам. Сейчас для кандидатов в Государственную Думу начинается горячая пора. В течение двух с половиной месяцев им предстоят встречи с избирателями, дебаты с конкурентами. И этот путь, как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, нужно пройти честно и достойно. Новых депутатов в Государственной Думе седьмого созыва изберут 18 сентября, единый день голосования. Елена Касабова, Денис Маскаленко, Кубань-24, Москва. Сегодня рабочий день Вениамина Кондратьева прошел в Сочи. На курорте состоялось совещание по вопросам защиты прав граждан-участников долевого строительства на территории Краснодарского края. В обсуждении приняли участие заместитель генерального прокурора России Сергей Веробьев, депутат Госдумы Александр Хинштейн, а также заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимир Гурба. Были рассмотрены вопросы защиты прав дольщиков. Главы муниципалитетов Кубани доложили о процессе завершения строительства проблемных объектов на местах. С 2012 по 2015 годы в Краснодарском крае было построено и введено более 9 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. Сегодня 374 застройщика возводят 1013 объектов в рамках законодательства о долевом строительстве. Это около 200 тысяч квартир. По 109 объектам, которые ведут 57 застройщиков на территории края, нарушены сроки исполнения обязательств по сделкам перед гражданами на 9 и более месяцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В администрации Сочи стоит вопрос о смене сотрудников, ответственных за благоустройство. Работа по соблюдению санитарных норм в Хостинском районе ведется некачественно. К такому выводу пришел мэр курорта Анатолий Пахомов во время обхода улиц. Вопрос поддержания чистоты и порядка в городе всегда стоит на первом месте. Ведь Сочи – город круглогодичный, сюда приезжают миллионы туристов, проводятся развлекательные и деловые мероприятия различных уровней. Особое внимание в плане благоустройства сейчас необходимо уделить Хостинскому району. С 1 по 5 июля здесь во второй раз соберутся мастера цирковых жанров со всего мира. Следом курорт примет всемирные хоровые игры. И такая антисанитария, как на площади у одного из супермаркетов на Светлане, неприемлема. Вся территория усеяна остатками жевательной резинки и голубинного помета. Представители магазина утверждают – проводят профилактику, площадь моют. Но этого недостаточно для поддержания санитарного порядка, отмечает мэр. Это ваша земля. И мы будем либо вас штрафовать постоянно, либо ваши руководители поймут, что что-то надо делать, будут ко мне обращаться. Я буду объяснять. Вы знаете, все профилактические работы ни к чему не приводят. На руководителя супермаркета уже неоднократно составлялись требования и протоколы. Два только за последний месяц. Штрафы за нарушения не оплачивались. Теперь, если в течение 60 дней они не произведут оплату, то уже судебных разбирательств не избежать. Порядок должен быть не только на центральных улицах. Во время обхода мусора оказалось много на улице Черноморской, которая идет вдоль набережной. Кстати, следить за порядком необходимо и на пляжах, напомнил Анатолий Пахомов. Перед началом летнего сезона их засыпали галькой, а вот разровняли не везде. Я ставлю вопрос перед главой района о том, чтобы рассмотрел вопрос дальнейшей работы директора дирекции. Потому что это его работа, и он должен быть всегда в работе и следить за этим. Не должны мы ему контролировать это, ходить технодзор осуществлять. Также стоит вопрос и о смене заместителя главы района по ЖКХ и благоустройству. А вот регулярные обходы мэра по улицам курортов всегда приносят результаты. Так, например, по итогам прошлого визита Анатолия Пахомова на улицу Грибоедова по просьбе сочинцев. Там появилась оборудованная автобусная остановка. По словам местных жителей, раньше здесь был только дорожный знак. Теперь пассажирам есть где укрыться от дождя или солнца. Стою, солнце не печет на голову. Прекрасно. Спасибо за внимание. К жителям города. Подобные инспекции по районам города будут продолжаться. Причем заранее знать, куда отправится мэр, никто не будет. Таким образом, уверен Анатолий Пахомов, следить за чистотой и порядком ответственные за это сотрудники будут тщательнее. Сегодня Центробанк России объявил о старте кампании по выбору символов на новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Конкурс пройдет на специальном портале твоя-россия.рф. По традиции, на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Так будет и на этот раз. Две банкноты, два города, четыре символа, олицетворяющие Россию, ее историю, культуру, технические достижения, природные богатства, отмечают организаторы конкурса по выбору символов на новые банкноты. Именно на этом портале любой желающий сможет оставить заявку на изображение на банкнотах архитектурного или природного объекта, животного и даже растения, которые считаются уникальными символами конкретного города или территории. Победителя объявят по итогам голосования, которое пройдет параллельно в онлайн-режиме на указанном сайте и в оффлайн-режиме путем заполнения анкет. Ранее уже были созданы петиции в пользу того или иного региона в числе претендентов, помимо прочих, Владивосток, Крым, Грозный, Краснодар и Сочи, в частности, Роза Хутор. Напомню, банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей будут выпущены в оборот Центробанком в 2017 году. В последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009 году, когда появилась 10-рублевая монета. По сообщению синоптиков, ночью и утром с 28 на 29 июня в Сочи ожидаются местами сильные дожди, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду. Не исключается подъем уровня воды в реках, сход сели в горных районах. Глава города потребовал привести все оперативные службы курорта в полную готовность. При необходимости звоните с мобильных 010. Для оказания помощи обращаться к городскому оперативному дежурному по телефону 262-22-98 и 262-22-82. К другим новостям. Более 400 литров пива изъято сотрудниками сочинской полиции только на одном из городских пляжей. В Сочи в рамках операции «Курорт-2016» проверили торговлю спиртным на прибрежных территориях. Пляж микрорайона Мамайка. Недалеко от моря торговые ряды. Сюда с проверкой отправились сотрудники полиции, члены добровольных народных дружин и общественники. Продают. И еще как. В нестационарном магазине, где по закону запрещено торговать алкоголем, идет бойкая продажа пенных напитков. Это показала контрольная закупка. Вот приобрели 100 рублей. То же самое и в соседней торговой палатке. Пиво бутылочное в банках на разлив и запуска к алкогольному напитку на любой вкус. Другого товара здесь, можно сказать, и нет. Объект такой же нестационарный. А это значит, алкоголя на этих полках по закону быть не должно. Полицейские описывают изъятую продукцию, составляют протоколы за нарушение кодекса об административных правонарушениях. Мы хотим обратиться ко всем жителям и гостям города, быть максимально внимательны при покупке алкогольной продукции в подобных сомнительных местах. Всего в ходе рейда было изъято более 400 литров пива. На владельцев прибрежных ларков будут наложены крупные штрафы. И такая работа будет продолжена. Подобные рейды с участием общественности пройдут на всех пляжах города в течение курортного сезона. Инга Габешия, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Сразу две женщины попали под колеса автомобиля. ДТП произошло в Сочи накануне вечером. Перекресток Континентального проспекта и улицы Воскресенской в Адлерском районе. Здесь накануне произошла авария. По предварительной версии водитель ВАЗовской десятки сбил двух пешеходов. Женщин 35 и 54 лет. Они пересекали проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, но и это их не уберегло от ДТП. С различными травмами они были госпитализированы. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи. В полиции еще раз напоминают пешеходам быть бдительными, даже переходя дорогу по зебре. Лето в Сочи в самом разгаре. А вот коммунальные предприятия города в этот период начинают подготовку к зимнему сезону. Чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, специалисты газового хозяйства принялись за работу по техническому обслуживанию, капитальному ремонту и реконструкции газопроводов. Сегодня специалисты повысили надежность газоснабжения потребителей Хостинского района. Подробности у Инги Габешия. Сегодня газовики работали в селе Барановка. Здесь, как и в городе в целом, с каждым годом увеличивается количество населения. Поэтому новое оборудование для этого поселка своевременно и актуально. Замена шкафных пунктов редуцирования газа, во-первых, повысит надежность, обеспечит стабильность газоснабжения сельчан. Во-вторых, даст дополнительные мощности для подключения новых абонентов. Обновленное оборудование, отмечают газовики, отличается большей пропускной способностью, а также редукционной, предохранительной и, что немаловажно, защитной арматурой повышенной чувствительности. В рамках подготовки к зиме Сочи Горгаз планирует произвести замену 10 подобных шкафных пунктов редуцирования газа. Подключение газа будет происходить сразу же по окончании работ, в 18 часов. Но только тем абонентам, у которых в наличии есть действующий договор на техническое обслуживание внутрь домового газового оборудования. Установка новых шкафных пунктов редуцирования газа по городу в Сочи взамен старого оборудования подходит к концу. Специалистам осталось заменить еще два шкафа, чтобы зимой горожане бесперебойно пользовались газом. Поэтому сегодняшняя приостановка газоснабжения, которую специалисты называют вынужденной мерой, еще не последняя. А вот всем ли возобновят подачу газа? Еще вопрос. Правительство Российской Федерации дал четкие указания газовикам без договора газ не пускать. Поэтому руководствуя законодательным актом, газовики иногда не могут дать топливо в целые дома. Подобный договор в первую очередь обеспечивает безопасность абонентов. В рамках договора газовое оборудование потребителей проходит профилактический осмотр специалистами. Пока идет интенсивная подготовка к зиме газового хозяйства Большого Сочи, жителям предлагают немедлительно обращаться в специализированные организации для заключения договора на техобслуживание. Только в таком случае газ поступит во все дома и квартиры потребителей. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Скульптура «Пантера», установленная в сквере возле гостиницы «Приморская», возвращается к своему привычному окрасу. Напомню, накануне неизвестные перекрасили ее в розовый цвет. Случай этот уже не первый подобный тюнинг. Скульптура пережила в 2009 году. Имя исполнителя остается для общественности загадкой, а потому определить, был ли это акт вандализма или просто смелая креативная мысль, сложно. В сквере у гостиницы «Приморская» работа скульптора Владимира Гуслива была установлена более 40 лет назад и является одной из визитных карточек курорта. И как любой предмет искусства, должна оставаться неизменной. Может, это кому-то кажется и забавным, и у кого-то есть какое-то творческое начало, но тогда надо просто сделать какую-то современную, свою, розовую, посвященную мультфильму. Не надо трогать того, что было сделано до них, для того, чтобы было сделано в другой ситуации. И надо сохранять нашу историю, любить и уважать ее. Как и семь лет назад, черной багире, а именно такой задумывал свою скульптуру автор, быстро вернули первозданный вид. Для этого потребовался всего один человек, банка краски и кисть. Сочинцу Израилю Моисеевичу Фойгелю сегодня исполнилось 100 лет. Долгожителя пришел поздравить глава города Анатолий Пахомов. О том, что сделал для Сочи Фойгеле и как его оценили сочинцы, расскажем в нашем следующем сюжете. В 10 часов утра у дома на Парковой собираются гости. Среди них и глава города Анатолий Пахомов. Гибелиар долгие годы трудился на благо Сочи. Израиль Моисеевич Фойгель принимал участие в строительстве санаториям Недзержинского. Он инженер-электрик. Вся коммуникационная система делала его рук. Это уже было в послевоенное время. Принято решение о награде вас знаком отличия, которое называется почет и признание сочинцев. И я вас с этим поздравляю. Собывайте. Это значительное поздравление, которое я буду всегда вспоминать. Было зачитано поздравление от президента страны. Вручены награды майору в отставке от Совета ветеранов города Сочи и от пограничного управления ФСБ России. Орден во славу русского воинства и почетный знак за бесупречную службу. И там, где стояли пограничники его возраста, фашисты не прошли границу. Хотя он и получил там тяжелейшее ранение, но вышел из этого тяжелого ранения и стал работать в военно-строительном управлении. КГБ, пограничную службу, строил заставы на Черноморском побережье и в других местах. Строил дачи, государственные дачи строил. И строил свою жизнь. Израиль Моисеевич родился в Одессе. Отсюда его юмор и оптимизм. В свои сто лет он очень хорошо все помнит. Его сын вывел свои рецепты от долголетия отца. Вот напротив этого дома, вот стадион. Он минимум лет 30 на этом стадионе бегал 10 кругов каждый день. Вот это, видимо, ему дало вот этого долголетия. Известие и советский спорт. И там было написано, что на счет бега. Бег – это здоровье. Бег, плавание, ну и, конечно, любовь. Вот, собственно, три кита, на которых держится здоровье Израиля Моисеевича. До 95 лет плавал в море, работал на даче. Сын, внучка и правнук, который в 100-летний юбилей прадеда организовал для него скайп-связь с родственником из Канады. Сегодня каждый старался прикоснуться к юбилейной дате ветерана. Это и пример для всех нас, это и подтверждение того, что в Сочи не живет до 100 лет только тот, кто не хочет. И Израиль Моисеевич, яркое подтверждение тому, он всегда занимался здоровым образом жизни. За праздничным столом гости, конечно, желали юбиляру крепкого здоровья. А он неоднократно повторял, «Я старался жить, чтобы было хорошо в стране». Такой крепкий духом человек родился в 1916 году, и он среди нас в 2016. Елена Авститсина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Лазаревском районе стартовал 18-й всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок». О том, как прошел праздник народной культуры, узнаем из нашего следующего материала. Столбик термометра подбирается к сорокану, и гости курорта, и местные жители, похоже, перестали замечать зной. Праздник народной культуры увлек людей разных возрастов и национальностей. Перед началом смотров артисты в национальных костюмах вышли на площадь, где состоялся парад и первое знакомство с конкурсантами. В Лазаревский район съехались хоровые, фольклорные, танцевальные коллективы, а также мастера художественного слова, солисты-вокалисты и два оркестра. География конкурса ширится от года к году. Выступать на Сучинской земле приехали коллективы из Татарстана и Республик Северного Кавказа. Возраст участников тоже разный. Есть и школьники, и уже убеленные сединами носители самобытной культуры. Фестиваль «Кубанский казачок» – это важное явление в культурной жизни не только нашего региона, но и жизни России в целом. Он помогает нам сохранить и возродить культурные традиции. Действительно, каждый коллектив по-своему колоритен, но всех объединяет любовь к родине, сила которой в дружбе и единстве. Нас много в этой России, очень разных людей. Но мы же живем на одной земле, говоря образно, мы же все в одной лодке. Это действительно наша держава, нам ее надо беречь. И вот такие фестивали, как «Кубанский казачок», «18-й», «Всероссийский», тому подтверждение, вот это и объединяет людей. Ансамбль «Звоны» приехал из Владимира. Болитмейстер говорит, сегодня народные коллективы довольно популярны среди молодежи. Мальчишки и девчонки, прочувствовав традиционную хореографию, стараются внести и современную энергетику в танец. Танец изменяется сам по себе, по времени, потому что меняется внутреннее состояние молодежи, людей. Поэтому они немножко преподносят это все по-своему. О том, что русская культура востребована и не забыта, свидетельствует, конечно, не только большое количество участников и молодежи в творческих коллективах. Стрители тоже тянутся к истокам. В зале не было ни одного свободного места. Впереди еще несколько дней. Участники смогут и отдохнуть, загореть, искупаться в море. В рамках фестиваля пройдут и мастер-классы. Будет возможность познакомиться с новыми творческими идеями. Галоконцерт состоится 2 июля. На сцену выйдут лучшие коллективы, а победители получат призы. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». 26 июня прошел Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 29 лет назад с целью сокращения количества наркозависимых среди населения планеты. В Сочи этот праздник уже несколько лет совмещают с Олимпийским днем, который ежегодно отмечается 23 июня. Воспитанники городских спортшкол участвуют в спортивных состязаниях и таким образом пропагандируют здоровый образ жизни. В этом году спортивное мероприятие, организованное сочинскими единороссами, прошло на стадионе первой спортшколы. Показать на личном примере свои физические способности и пользу от занятий спортом решили больше ста юных сочинцев. Все они воспитанники районных спортивных школ. Сегодня они выполняли пять видов упражнений Всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Это у нас мероприятие традиционное. Каждый год в день защиты от наркомании мы это мероприятие проводим. С каждым годом количество ребят, которые принимают участие, становится всё больше и больше. И, конечно же, мы уверены, что и в дальнейшем это мероприятие будет одной из самых значимых в летней оздоровительной кампании среди наших замечательных детей. В числе испытаний прыжки в длину, наклоны, челночный бег, упражнения на пресс и отжимания. В нормативах ГТО оно значится как сгибание, разгибание рук в упоре лёжа на полу. За правильным выполнением упражнения следят судьи. Локти разведены на больше, чем 45 градусов. Не соблюдаешь прямой линию тела, попытка не засчитывается. А это ненужные штрафные баллы для команды. Даже тхеквандистке Эрике Эрфле отжаться 15 раз было сложно. На самом деле самое трудное – это было отжимание, потому что как бы все мышцы напрягаются, но для девочки это тяжело. Я думаю, все хорошо сделали, потому что мы готовились к этому всей командой. В каждой команде по 10 человек. Так называемый «золотой знак ГТО» участник получает, если сдаёт норматив. Это один балл. Не смог пройти испытания, получил пять баллов. Та команда, которая получит наименьшее количество баллов, будет признана победительницей. Соответственно, на каждом виде испытаний есть у нас инструктора, которые принимают, отмечают в карточках участников. Подсчитывается количество баллов и производится награждение у команд. Третьего, второго, первого места. По итогам состязаний наименьшее количество баллов получила команда «Сдюшор» номер два. Серебро взяли воспитанники детско-юношеского федерального спортивного центра по зимним видам спорта. А третье место досталось представителям первой спортшколы Олимпийского резерва. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И в завершении выпуска информация от наших партнёров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное бельё, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти-рум ДАЛС» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством её основателя Дарьи ДАЛС. Город. Каждый день пробки, суета, встречи, дела. Всё. Устало. Мой дом. Каким будет ваш дом? Решать вам. «Тач» с любовью для вас. 29 июня в Сочи переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24, днём 28-30 градусов выше нуля. Начался долгожданный сезон скидок на весенне-летнюю коллекцию в торговом центре Мюнхен. 20, 30 и даже 50% на европейскую одежду и обувь, плюс рекомендации по стилю. В торговом центре Мюнхен время выгодных покупок. Летние скидки на коллекцию брендовой одежды и обуви от 20 до 50%. Мюнхен. Кооперативная 8, переулок Шкиперский 2. Этим летом позволь себе больше стиля.